Вечный огонь, горящий в Александрском саду возле Кремлевской стены, там где находится могила неизвестного солдата, это главный военный мемориал города Москвы. Он задуман как памятник всем павшим воинам и в первую очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными. 8 мая 2021 года главы протестантских церквей России собрались вместе, чтобы почтить память всех, кто отдал своей жизни во имя свободы и независимости от фашистской агрессии. Торжественное мероприятие сопровождал почетный караул президентского полка. Шагом, марш! Торжественное мероприятие Мы помним этот подвиг, мы ценим и мы сегодня скорбим вместе с миллионами людей, которые потеряли своих близких и родных в годы Великой Отечественной войны. Мы также помним заповедь Христа «Радуйтесь радующимся, плачьте сплачущимся». Сегодня мы и плачем, и радуемся, потому что война закончилась, и мы говорим «Градуй миру больше никогда». Мы, как Российский Евангельский Альянс, будем искать новых путей, новых площадок для переговоров, для того, чтобы мир продолжался, чтобы войны останавливались, чтобы евангельские верующие искали новых путей взаимодействия в поисках мира и согласия. Важно показать уважение, честь всем, которые участвовали, сражались за свободу нашей страны. И важно помнить тоже в своем сердце эту жертву, огромную, большую жертву. Так много людей, они отдали свои жизни ради России и ради свободы. Но тоже важно не только быть здесь, но говорить об этом, говорить об этом в наших церквях, членам нашей церкви и, может, особенно всем молодым людям, чтобы они тоже поняли, что свобода стоит что-то. И много платили большую-большую цену за это, чтобы мы продолжали ценить свободу, чтобы мы продолжали молиться за Россию. И что каждый человек, каждое поколение тоже держит эту драгоценную память о всех этих людей, которые умерли ради России, ради нашей свободы. Очень важно, что сегодня лидеры христианские, мы смогли собраться, несмотря на такую точную погоду, не нас, но тем не менее мы пришли почтить память. Мы помним, мы чтим, мы благодарим за все, что было сделано, за кровь пролитую, за нашу жизнь, за нашу страну. Спасибо. Спасибо. Спасибо.